Ого, Пашка, привет! Оказалось, что подготовка к трансляции, это очень-очень волнительно, прям как на свидание, поэтому я решила немножко расслабить нервишки, вот, и навела себе винишко, кто тоже с винишком, тыньк, привет всем, привет, привет! Ждем две минуточки, пока все присоединятся, и я начну отвечать на вопросики, надеюсь, что вы подготовились. Постараюсь отвечать на них довольно быстро, чтобы всем было, как часто, ну, на карантине частенечко, частенечко нервишки ослабляю. Надеюсь, вы не против, если кто-то против, я уберу, напишите, я против. Первый вопрос был от Максима. Как я пришла в танцы? Да, все очень просто, в детстве меня отвели родители, потому что я была очень активным ребенком. Таша, твое здоровье. Была очень... О, классно. А давай скриншот. Мама, моя мама пишет, что напротив. Мама, ты меня научила? Ладно, там немножко. Так вот, я была очень активным ребенком, любила внимание. Очень часто, когда там семья сидела за большим столом, я выходила и говорила, а сейчас поет Мария Марикова. Вот. Ну и родители отдали меня на танцы. Но сначала танцы были не бальные. Это был кружок в Омске. Тогда был очень известный ансамбль «Солнышко». Такой гимнастическо-хореографический там было. Меньше танцев, больше растяжки. Вот. О, и дальше тоже с винишком. Супер. Почему фиолетовый? А чтобы успокоить нервы, вот мне мама подарила вот такого котика. Видите, он фиолетовый. Он набит такими мягкими поролоновыми штучками. Вот. И чтобы мы были с ним похожи, вот такой вот цвет. А вообще, что означает фиолетовый цвет, вы в курсе? Просто я не помню. Там что-то, мне кажется, в сексуальном плане, нет? Ну, в общем, это всё фигня. Я люблю этот цвет, яркий этот модный тренд сезона. Буду показывать его дома. Ну, так вот. Изначально я танцевала в этом ансамбле, занималась растяжкой, гимнастикой. Вот. Но мне было скучно, потому что папа меня растянул уже в детстве. Ага. Почему Марик, а не Мария? Отличный вопрос. Да, наверное, очень многие мне его задают. Сейчас отвечу. Да, расскажу. Так вот, я с детства уже была растянута в разные стороны, и мне довольно скучно было. Настоящего котейка нет. Нет у котика. У меня есть съёмная квартира, и на неё нельзя. Почему Марика? Так меня назвал лучший друг один раз, давно ещё, в Омске, Марика. Просто он был на меня старше довольно много, и у него такие были тёплые чувства, и он говорил, что ты особенный. Вот, он тоже занимался венантанцем, и он называл меня Марикой. И поскольку я, когда начала работать, преподавать хастел, я была совсем маленькая, я, по-моему, ещё даже не была 18 лет, а все были вокруг старше, я подумала, что Марика звучит более официально, чем Маша. А Мария, было бы странно, да, обращаться, но чтобы была такая субординация некая, да, то Марика звучит прикольно и необычно. Вот, так и пошло. И да, я пломирую в дальнейшем менять это и в паспорте, мама сейчас тоже напишет, что она против. Вот, но пока очень многие документы завязаны, там, с ЭП, и очень долго всё переводить, поэтому пока жду. Вот. Так, смотрю ещё вопросы. У меня папа, нет, не тренер, он был велосипедистом, профессиональным чемпионом, вот, но поскольку сам спортсмен, он нас с братом тренировал в детстве. Ну как, просто держи, а, ещё он военный, собственно, и любил командовать, вот, поэтому с детства он прививал нам любовь к физическому спорту, к физической форме отличной, к растяжечкам, разным. Весне, трансляция. Да, конечно, у меня есть ЭП. Алла Маликова, привет! Вы уже в Барнауле? Так, вопрос от Дениса Гусарова. Марико, скажи, пожалуйста, какие титулы в СБТ ты имеешь на данный момент и какие хочешь получить? Ну, титулы в СБТ... В Омске я была чемпионкой города, была лучшей парой года в номинации, там такие проводились. У меня титул чемпионата Санкт-Петербурга по европейской программе. Как ни странно, да, я танцевала десятку до того, как переехала в Москву. У меня четвертьфинал чемпионата Москвы и восьмушка в России. Вот. Мне бы хотелось полуфинал Москвы, финал Москвы и четверть России. Вот. И мы очень... Особенно я тренировались к чемпионату России. К этому я очень хотела попасть в четверть. И вот так все перенеслось. Надо как-то продолжить держать себя в форме, чтобы побороться за титул четвертьфинала чемпионата России. Отличный вопрос, Денис. Спасибо. Мумичка, привет! Давайте. Почему редко выступаешь на турнирах по диско-фокусу? А, вот сейчас быстро чемпионат России в тему отвечу. Пока чемпионат России перенесли на лето, но перенесли в Сочи. И это тоже как бы немножко жестко. Если непонятно, как мы туда поедем. Но пока планируем. Вот. Пока не отменяли, но не перенесли в Сочи. Почему редко выступаю на турнирах по диско-фокусу? Ну, вот потому что я сейчас отдала предпочтение танцевать бальные танцы. Вот. И турниры очень часто пересекаются. Вот. Ну и... Конкретно сейчас хастл для меня это больше ДНД и диалог в паре, и взаимодействие. И, к сожалению, на конкурсе не очень редко получается хороший, качественный танец друг с другом. Не знаю, с чем это связано. Наверное, все очень стремятся победить и нервничают. Мне нравится танцевать на Дубровке. Мамочка, привет. Потому что там более расслабленная атмосфера. И действительно получается танец на взаимодействии, музыкальный друг с другом. А на конкурсах, наверное, в меньшей степени, а поскольку соревновательного у меня довольно много в бальных, то вот я пока выбираю бальные танцы. Приоритет. Так. Мы выходим погулять с Никитой. Мы гуляем, стараемся, или хотим, два раза в день, утром и вечером, перед сном, отдельно, без продуктов, без мусора, продукты отдельно, мусор отдельно, и погулять. Да, у нас сейчас отличная погода, следит солнце. Вот сейчас закончу трансляцию и думаю, что мы и пойдем прогуляемся обязательно. Юля Прокопева. Вопрос. Учеников все больше планируешь ли расширять бизнес, растить или нанимать тренеров в помощь? Это очень хороший вопрос. У меня был опыт в двух городах по поводу расширения студии. Это Омск и Санкт-Петербург. И это отнимает очень-очень много времени. Но это очень круто. Я очень горжусь ребятами, кого воспитала, да, как тренировок из Омска и из Санкт-Петербурга. Пока ближайший год-два я думаю, что нет. Нет, потому что все-таки активно тренируюсь сама каждый день. День мы начинаем с того, что я просыпаюсь, я иду на тренировку, потом работаю, потом, возможно, я еще тренируюсь, и потом опять работаю. Вот. Времени на то, чтобы заниматься еще и расширением студии пока нету, но это все в дальнейшем, конечно же, будет. Тем более у меня есть большой опыт в этом. Вот. Всем еще разочек привет. Свой зал в Москве. Ну, в общем, если мне государство выпадает, то почему бы и нет? Свой зал в это, конечно, классно, но в Москве пока это очень дорого. Я очень много, я думаю, что ни для кого не секрет, да, что больные танцы это дорого, и я очень много денег отдаю на соревнования, на платье. Там, платье стоит в районе 250 тысяч, поездки, да, тоже выходят от 50 до 100 тысяч на турниры, и они бывают каждый месяц, да, и платье я тоже шью довольно часто. Вот. Поэтому позволить себе еще закладывать, да, в бюджет такие суммы на аренду, чтобы, если не дай бог, да, какие ситуации, как вы видите, да, все нестабильно. Это довольно тяжело сейчас, да, поэтому свой зал будет, но, опять же, в дальнейшем, когда будет много преподавателей, вот, и когда я закончу с карьерой больных танцев, такой активной, по крайней мере. Напишите мне, Александр, про папу вопрос, напишите мне, пожалуйста, в личку, вот, я дам ему контакты. Здорово. Ничего себе. Какой самый любимый турнир по СБТ? Ну, конечно же, меня впечатлил Blackpool, это в Англии. Я мечтала всю жизнь туда поехать, и это очень-очень круто. Вот. Меня впечатлил Асан. Ну, на самом деле, пока, пока, наверное, основной интерес вызывают у меня заграничные турниры, да, потому что там большое количество звезд танцевальных, которых я видела только по видео, или там слышала, да, про них. Поэтому, когда в одном зале собираются там все чемпионы разных годов, и ты такой, о-о-о, боже, они вот тут рядом с тобой ходят. Вот, еще никто не болеет звездной болезнью, все здороваются. То есть может пройти Майкл Малитовский, и такой, hello, hello, how are you? Абсолютно вроде бы ты даже и не знаком с ним, да, а он такой вот с тобой здоровается, это очень круто. Вот. Поэтому пока зарубежные турниры в списке лидеров. Вот. Ну, еще мне очень нравится турнир, который организует Наталья Евгеньевна Кулагина, наш ритм. Она приглашает туда оркестр. Вот. И мы довольно успешно там танцуем, вот. Потому что Сонечка Поваляева, там ведущая Наталья Евгеньевна рядом, да, куча знакомых, и ты как бы расслабляешься, и получается очень-очень хороший танец. Потому что как дома такой, в своей атмосфере танцуешь, и под оркестр, это очень классно. Вот. То есть в России мне нравится ритм, наш турнир. Вот. Это если вот из этой федерации и заграничный турнир. Момечка, любите, когда я танцую? Спасибо, мне очень приятно. Ты преподаешь бальные? Да, я преподаю бальные танцы, но в меньшей степени... Ну, то есть у меня немного уроков. Бывает днём. Иногда, там, это про-ам по-байну. Ну, и девочки на слово-латин приходят. Такие единичные запросы. Просто тоже этим нужно отдельно заниматься. Детей не очень хочу брать, потому что они в основном занимаются днём. А это время, да, когда я могу тренироваться сама. Вот. Но в перспективе я бы хотела, да, больше преподавать бальные танцы. Мне это очень нравится. И я понимаю, что чем больше преподаю бальные танцы, тем больше я ещё раз то объясняю, это ещё раз повторяю. Вот, в общем, в Хасле уже такого нет, а в бальных как будто всё зоно. Хотя в Омске я преподавала больше бальные и начала вообще с бальных танцев. Вот, спасибо, Леночка, за вопрос. Александр Светилёв, здравствуйте. Не хотите задать мне вопрос? Так, ещё вопросики. Как я познакомилась с Никитой? Ну, хастл тусовка, мы друг друга знали целоочно. Вот. А потом он стал активно делать видеоролики, и мы с ним договорились снять видеоролик, когда был чемпионат мира по футболу. Мы делали тематический видеоролик, вот, и тогда с ним познакомились уже лично на репетиции, и потом уже на съёмках, вот. Это была прикольная идея. Кому интересно, можете посмотреть видеоролик у меня или Никита на страничке, вот. Он довольно милый такой, атмосферный. Вот, ну, а потом Никита пошёл танцевать к нам с Пашей на курс Fall of the Champions, вот. Ну, и там мы вообще активно-активно задружились. Паша спрашивает, хватит ли мне места в квартире для индивы. Если убрать всё, то да, да, даже ДНД можно потанцевать. Вот, в принципе, не люблю захламлять какой-то мебелью, да, поэтому мне надо кровать, диван и шкафаться. Вот, то, что, в принципе, если продлят карантин ещё, то индивы, плюс я живу в центре. Так, ещё разочек всем привет, вот Юлечка активно. Про социальные проекты, показательные танцевальные выступления в домах или подобное. В принципе, у меня есть такой опыт, да, но я не имею связи в Москве, да, чтобы на это всё выходить. Если пригласят, то, пожалуйста, я очень люблю помогать, отдаю вещи в детские дома. Вот, даже делала у себя объявление о том, что многодетным семьям, да, там, где дети, я готова преподавать уроки бесплатно, вот. Но, кстати, никто не отозвался, хотя в очень многих пабликах публиковали. Вот, так что, если меня пригласят или направят куда-то, то я, конечно же, в таком поучаствую. Вот, классный вопрос, Юлечка. У какого тренера я тренируюсь? Конкретно сейчас мой главный тренер-руководитель – это Кулагина Наталья Евгеньевна. Студия Ритм называется. Там пошёл какой-то спам. Я не устала, кстати, дома сидеть. Нет. Я, на самом деле, ещё пока не прочитала ни одной книжки полностью, только начала. Я ещё не разобрала балкон и не разобрала шкаф. Не думала организовать свой турнир по Хаслу. Хороший вопрос, Лёш, прям в точку. Я организовывала турнир в Санкт-Петербурге. Это был чемпионат города, и он закончился плачевно. Опять же, я там что-то со всеми переругалась в СХ, потому что случилась очень ужасная ситуация. В общем, турнир был на майские праздники. Вот. И случилась какая-то фигня с паркетом. Каким-то образом нам урезали паркет. И когда я пришла... А, сначала я договорилась о зале. Странный какой-то вопрос. Нет, я не отнажу. На карантин мы выйдем пельмешками из карантина. Ну, не знаю, как вы, а мы каждый день тренируемся. Так вот. Кто там заточил С? Андрей, это что? Что это такое? Давайте поактивнее вопросы. В общем, меня сначала обломали с залом. Мне срочно пришлось искать зал, который стоил в три раза дороже. Я ушла в большой минус. А потом... Нажми, Настя, на нижний экран. Не могу появиться. Вот, низ экрана. А потом нас обломали с паркетом. Паркет куда-то увезли на какой-то банкет. И, в общем, у нас остался маленький клочок. Я перенервничала вообще ужасно. А там про паркет. То, что нужно написать, сколько метров должен паркет быть. Я, конечно, не догадалась. Мне было там 22 года. В общем, Полина Швина, отлично был турнир. Но был бесплатный вход. Да, я сделала бесплатный вход. Потому что было очень тяжело. И я не знала, как задобрить ребят. Вот. Но был офигенный зал в гостинице Holiday Inn с шикарной музыкой. Были классные судьи. Вот. Но от АСХ мне прилетело за паркет очень сильно. И как я ни старалась, хоть и ушла в большой минус за свой счет, платила аренду. Вот. Такие непредвиденные обстоятельства случились, что я решила, что что-то мне не очень хочется больше делать турниры. Вот. Но в Москве тут предостаточно отличных организаторов. Вот. Поэтому нет. А, Андрей Ройф пишет. Да, мы с Милой на СПБ выиграли тогда. Было убойно бегать на маленьком паркете Лоскейт. Да. Ну, спасибо, ребят, за поддержку. Все равно зато запомнилось, как говорится. Вот. Но мы тогда одни из первых сделали чемпионат Санкт-Петербурга. Такого раньше не было. Вот. Ну, как получилось. Еще вопросики? Анечка, ну, наверное, да. Спасибо за поддержку. Денис Гусаров от Марика. Расскажи, пожалуйста, как получилось, что тебя не перетестовывает СФН на судейскую категорию? Это я не знаю. Мне не дают ответ. Просто сказали, что со мной сотрудничество прекращено. Вот. Не знаю, что комментировать. Даже по этому поводу. То есть вы все видели. Я писала заявление, мне отказали. Сказали, что не хотят со мной сотрудничать. И больше никто со мной нигде не общается и лично не хотят общаться. Кристиночка, привет, ты пропала. Я соскучилась очень сильно. Денис. Да не знаю, все, что не делается, все к лучшему. Мне выходные заняты постоянно турнирами. Вот. Еще вопросы? Может быть, я вам вопросы позадаю. Вам нравится моя футболочка? Паша, если вы еще здесь, вам нравится моя футболочка? Я даже накрасилась сегодня. Вообще, как на свидание. Судейская категория. Ну, это престижно. Когда ждать в Сибирь? О, Сереж, привет. Как вы там? Как здоровье? Что-то там с ногами. О, за нами следят даже из Китая. А, так вот. В Сибири мы сейчас обсуждаем фестиваль в Омске. Вот. Так что я, может быть, поеду в Омск. Ну, если все сложится хорошо, то не зависит все от ситуации с карантинами. Спасибо. Спасибо. Я подготовилась. Вот. Очень классно, кстати, проводить прямую трансляцию. Есть повод привести себя в порядок. Спросите еще что-нибудь про бальные танцы. Возможно. Давайте я задам вам такой вопрос. Денис Гусаров. Ты организатор в Омске. Организатор чего? О, Тимур присоединился. Тимур, привет. Что читаю сейчас? Педагогику танцевания. Больше такие танцевальные. Чем я занимаюсь на карантине? Ну, во-первых, я работаю. Я занимаюсь онлайн с ребятами. У меня и группы, и индивидуальные занятия. Все это проходит в режиме онлайн. Ребята мне присылают видео. Поэтому, в принципе, не скучаю. Играю в игру. Первый раз за 15 лет установила себе на телефон SimCity. Вот. Играю в игру. Как я тренируюсь дома? Ну, в основном это растяжка, подкачка ног. Ну, и с ребятами, всякие движухи, которые мы делаем. Каким танцам можно учиться? Любым, каким захотите. Было бы желание. Особенно сейчас. Столько всего онлайн. Учи. Не хочу. Как успехи в ЭКС? Тоже хороший вопрос. Я хотела поехать на Ропен поучаствовать и пойти на Classic Benji. Вот. Но все обломалось. Еще у меня куплен пас и билеты на... Я забыла. В Германии. Дюссельдорф. Ди Таун. Вот. Но, не знаю, будет все зависеть от ситуации в мире. Как вы с Никитой нашли друг друга, если не секрет? Ну, все, танцы и активная деятельность. Мне кажется, меня зацепило то, что Никита очень активно стал заниматься видеороликами. У него это очень круто получается. Мне очень нравится. Я могу вас научить хастел танцевать, Евгений. Напишите мне в личку. Давайте задам вам вот такой вопрос. В ВКонтакте я подписана на всякие клубы, хастел-клубы в основном и на преподавателей. И очень-очень много трансляций онлайн, бесплатные. Вообще вот просто каждые две минуты что-то происходит. В Инстаграме у меня в основном бальная аудитория, и там такого нет. То есть никто из бальной преподавателей ничего не делает онлайн, тем более бесплатно. Объясните, чем это обосновывается. Почему в Хастле такая активность? И есть ли такое, например, в Зуке, в Сальсе? Вот, мне просто интересно. Я на Сальсу, на Зуке не подписана. Если у кого-то есть информация, поделитесь, пожалуйста, расскажите мне в комментариях. Только в Хастле такая активность онлайн-занятий? Или это везде сейчас так? Чем тебя кормить? Расскажи уже, кроме вафель. Блин, аж вафель захотясь. Вообще, я еще хочу блинов. Вот, домашних. По Батчате. Вот пишут, что проводят занятия онлайн тоже, да? А они тоже бесплатны? По Сальсу тоже. В Батчате есть активность. Ну, то есть я поняла, что в основном, да, такое в социальных направлениях. Интересно, почему такого нет на Бальне? Вот. Я, кстати, не видела. А где? Ну, в Инстаграме ничего такого нет. И не видела. Ну, круто. Круто. В общем, все, все бесплатно проводят. Окей. Ладно, я поняла. В Бальнах там все очень жестко. Там вообще, в принципе, к судьям нельзя подходить. И судьи уходят в отдельную... То есть они не проходят через участников. То есть у них... Они отсудили, они уходят отдельно. То есть там все очень строго. Бальны, мне кажется, более сложные для нас. Денис, я могу поспорить, потому что как раз в Бальне достаточно много техники. Так. Сергей Марик, что вы еще не видел? Такой вопрос. А ты не думала начать заниматься ВКС? Я начала заниматься ВКС. Да. На самом деле еще три года назад потихоньку. Ну так, чисто символически. У меня же подружка Катя. Теперь Вольф, которая в Германию ехала. Вот. Марика, приезжай в Красноярск. Блинчики будут. О, классно. В бальных танцах нет и никогда не будет. Пробного бесплатного занятия. Это все ведь себя очень ценит. Настя, ну как говорят, что вот там ведут бесплатные занятия. Сильды проводят какие-то бесплатные онлайн-уроки. Вот. Теперь вопрос следующий. Насколько вам вот это вот все бесплатное реально нужно? И сколько вот по чесноку напишите вы вот этих бесплатных уроков реально сделали не лёжа на диване и не сидя на стуле, а реально встали и поделали? Мне вот это очень интересно. Напишите, что я вот сделала прям пять мастер-классов посетила и прям реально пять штук сделала. Или я сидя на диване всё сделала? Напишите. Мне прям очень интересно. А всем в новом привет. Яночка, привет. Лёня, привет. Надя Бычкова, а ты уже рассказала, кто твоя любимая пара в Б-классе? Вот, Денис, я тоже считаю, что всё, что бесплатное, не особо ценится. Настя, вот я так же. Серёж, хороший ответ. Согласна. Блин, там сейчас какой-то вопрос был прикольный. А, про пару в Б-классе. На самом деле у меня сейчас очень много пары в Б-классе. Вот. И я прям себя каждый раз... Ага. Наташа, классно, спасибо за ответ. Так вот. Каждый раз, беря пару Б-класса, и говорю, так, главное, чтобы их хореография не была похожа на все остальные. Мне хочется, чтобы каждая пара была уникальна. Смогу ли я сделать что-то уникальное для этой пары? И как сделать так, чтобы паре хватало времени, ну, моего, моего личного, да? И я старалась вот каждую пару брать очень-очень осознанно. Вот. Надеюсь, что все довольны, и я никого не обижала. И любимой пары, конкретно какой-то одной, у меня, конечно же, нет. Каждая пара по-своему уникальна. И у каждой свои фишки. И свои тараканы, и эти тараканы. Катюшечка, привет! Привет, дорогая! Как там у вас дела в Германии? Батчату лежа смотрели. Ну, вот. Я так контемп посмотрела. Лежа. Вот я просто провожу уроки на конференции в зуме, и там я всех, ребят, вижу. И мне прям очень нравится такой формат, что я вижу не только, что они не сидят, а делают. Еще как они делают, и поправляю их. Да, поправляю, чтобы они делали правильно. Катюш, смотри, что у меня есть. Свинька. Считаю, что и конференция, это вообще очень-очень прикольно, что можно... Сложно без паркета, да, согласна, согласна. Ну, в основном какая-то там техника на месте. Окей, вот если бы, например, я захотела делать вот такой онлайн бесплатный класс, вот. Я бы очень хотела, чтобы вы реально в нем поучаствовали и поделали, чтобы это было полезно. Хорошо, Катя. Максим, я пропустила ваш вопрос, можете еще разочек его переслать, извините, пожалуйста. А я ищу теорию. Теория очень много у больных, кстати, преподавателей на ютюбе, можете набрать ролики. Надя, 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 ты все знаешь. Выпью за вас и за ваше чемпионство. Аленочка, я провожу группы конференции, и ты можешь в них поучаствовать. Отличный вопрос от Марины. Спасибо большое за вашу активность. Кстати, мы уже 40 минут с вами почти балдаем. Я думаю, что еще 10 минут, и нужно будет закругляться. Что тебя вдохновляет и мотивирует? Вдохновляет. Меня вдохновляет путешествия очень сильно. И талантливые люди. Я иногда очень люблю включить шоу-голос или шоу талантов. И смотрю, как поют, ну, наверное, в основном дети, подростки. И у меня сразу прям слезы столбом. От того, когда у человека действительно какой-то нереальный голос. Ну, и это талант. И когда я вижу такой реальный талант, что это просто дар божий. Что за котейка в руках? Я уже говорила, это мне мама подарила такой антистресс. Вот Максим мне задал вопрос. Марика, если в очень легком, комфортном ведении в руках очень хорошо, то на скорости ведение становится рваным. Что делать? Вот такой вопрос про взаимодействие. Давайте я сразу как бы всем отвечу. Я считаю, что нужно изначально танцевать самому правильно. Если вы хорошо стоите на ногах, правильно переносите свой вес, знаете партию партнерши, где она стартанула и куда она должна финишировать. Понимаете, в какой тайминг она должна это сделать, в реальной, чтобы она это успела. Чтобы это было комфортно. Сами помогайте ей перемещаться, перемещаясь самостоятельно. То ведение на любой скорости будет классным. В общем, чтобы было классное взаимодействие. Первое. Нужен баланс свой. Нужно уметь переносить вес и понимать, на какой ноге вы стоите. И знать партию партнерш. Юля делает честную зарядку. Да, кстати, знаете, кто-нибудь видел? Был классный такой ролик смешной в инстаграме, в тиктоке. Там такая красивая... Ага, Максим, пожалуйста, здоровья. Красивая-красивая тренерша прыгает, такая веселая, там в топике, такая вся красотка. Экран так поделен на две части. Она там прыгает, прыгает, типа говорит там то-то, то-то делать. А на второй части мужик в кровати с пастой шоколадной сидит, ест такой да-да-да. Вот, мне кажется, примерно так это все и происходит. Но я буду искренне верить, что есть реально преданные ученики, которые ценят работу преподавателей и делают вместе с ними. Так, значит ли это, что парням следует танцевать за партнершу? Почему бы нет? Просто мое мнение, что это не нужно делать на дискотеках, но танцевать за партнершей это классный навык. У нас, например, на бальных очень часто, когда мастер-классы какие-то, опять же на взаимодействии, первым делом преподаватели ставят партнеров друг с другом и говорят «танцуйте». То есть, ну и в принципе, мне кажется, любой классный партнер бальных может прям протанцевать партию партнершей здорово. Просто не нужно разделять, да. Нужно разделять. В дискотеке это другое. Мы там танцуем друг с другом, парень с девушкой, да, развлекаемся. Ну, как бы, ну. Вот, а если хотите танцевать за партнера, лучше это отнестись к этому серьезно. Ой, за партнершу, отнестись к этому серьезно и танцевать на самбо, учить партию партнершей. Я считаю, что это очень классно. Вот, опять же, я, ну, с легкостью могу танцевать за партнера. И когда танцуют девочки, ну вот, девчонки, напишите, кто когда-нибудь со мной танцевал, им понравилось. Смотрю, с девчонками всем очень нравится, всем очень понятно, было ли выгорание в танцах. И если да, то как с этим справлялась? Выгорание. Наверное, прям выгорание такого, что танцы надоели, такого не было. То есть я безумно фанатично влюблена в это дело, я не могу не танцевать. Как только я слышу классную музыку, мне очень хочется двигаться. То есть я уверена, что даже будучи 80-летней бабушкой, я буду пританцовывать, потому что я прям безумно люблю музыку и люблю под нее двигаться, и неважно, какое это будет направление. Конкурсы онлайн на дому уже проходят, Максим. Так вот, очень люблю танцевать, и выгорания не было. Были трудности. Ну, кстати, нет. У нас Ермаков танцует за девочку, Катун танцует за партнершу Егоров. Вопрос от Муми. Марик, это сильно, тебя сложно обидеть? Это сложный вопрос. Я думаю, что я не покажу виду, скорее всего, но... Нет, мне часто бывает неприятно. Просто я сразу себя... В 90% случаев я сразу себя так стоп. Это потому что я там в себе не уверена, или я там что-то сомневаюсь. То есть, в принципе, я понимаю, откуда растут ноги, и почему обида происходит, да? Это какая-то слабость внутри, неуверенность. Вот. Но иногда бывает, что я не справляюсь, но при этом у меня есть близкие люди, которые мне сразу помогают и говорят, не переживай, ты же классная. Вот. Они меня просто напоминают об этом. Вот. Поэтому я сильная, но благодаря всё-таки людям, которые меня поддерживают. Вот. Какой ближайший турнир в Хастле? Я не знаю. Что мне больше нравится, классика или ДНД? Сложный вопрос. Сложный вопрос. Именно самой танцевать? Ну, мне нравится ДНД больше. Мне нравится импровизировать, мне нравится обыгрывать музыку. Это, наверное. Вот. Но конкретно в классике круто, что можно как-то, ну, сделать что-то очень-очень прикольное. Например, вот как наши с Мишей, Кудрявцем Слоу, да, такое, когда они танцуют. Я там хотела сделать очень многие элементы, годами вынашивала эту идею. Ну, какие-то шоу мне тоже нравятся. Вот в плане самой танцевать, рутины. Мне это нравится. Вот. С точки зрения других пар, классика, я считаю, что нужно 70% уделять танцеванию в классике, потому что только на классике можно научиться технике, скорости и взаимодействию нормальному. Вот. А ДНД это больше фан. Вот. Катерина написала, что я разнообразно и круто веду. Даже по силе взаимодействия не отличишь от партнера. О, спасибо. У меня день рождения. Да, у меня день рождения. Осталось, кстати, 10 минуточек. И я очень хотела его отметить в кругу семьи, приехать к маме. Ну, и получается, что нужно будет сидеть дома. Поэтому я кое-что для вас придумала, чтобы вы меня немножечко порадовали в этот день. И скоро я объявлю, что это будет. И я надеюсь, что вы поможете мне провести этот день веселее. Страшно было? Катюш, привет. Почему было страшно? Расскажи. Ты боялась меня убить? Сколько мне лет? 27. Социальные танцы зло или они имеют право в существовании? Я считаю, что социальные танцы это очень-очень круто, что они появились, что они дают возможность людям без какой-либо подготовки все равно танцевать, наслаждаться жизнью. В моменте танца. Вот, это очень круто. Можно себя реализовать по-разному, кто как хочет. Анатолий, почему вы считаете, что он бесполезный? Вы задаете вопрос, что вам интересно, я отвечу. И он будет сразу полезен. Когда выходишь в ДНД и не знаешь уровня партнерши, что он танцевать? Танцевать базовые вещи, то, что танцуют все. Там, американка, раскрытие, roll-in, roll-out. Вот, свитч. Что первое сделаешь, когда закончится карантин? Если будет классная погода, я хочу поехать куда-нибудь за город на пикник. Так вот, ребят, еще раз. А, вот, топ-3 любимых партнера в хастле. Фух, да, такой вопрос. Ну, хорошо, если считать ДНД, то это Катунин? Это Катунин? Это Катунин. Смешно. Сейчас. Сейчас Катунин, чтобы никого не забыть. С кем мне нравится танцевать? Нет, это хороший вопрос. Сейчас я просто пойму, что... Ну, на самом деле, по-разному бывает. Мы, к сожалению, уважаемые топы, если вы на меня смотрите, то мы редко танцуем с вами. И это очень-очень-очень печально. Блин, я даже забыла, с кем мне нравится танцевать. Денис мне напомнил. Подумай. Ну, Катунин, Самохвалов и Вова Сундарев. Вот, вот так вот. Топ-3. Кто пробуливает Дубровку? Да, они там не танцуют нифига. На Дубровке, на этой. Топ-3 любимой пары в СБТ. Тоже хороший вопрос. Инна Железкова, Троузбаггер. Остин и Нино. Заняладзе. И... И... Юлия Мусихина и Фердинанда и Након. Вот. Три топ в СБТ. С Андреем Коньковым. Да, я танцевала, но очень давно. Кстати, Андрей Коньков — это первый тренер в хастле. Который, ну, который просто рассказал, что такое хастел. Вообще, в принципе, и сказал, что давай, наверное, так солнце светит. Сейчас попробую подвинуть камеру. Мне нравится танцевать и с мейнами, и с райзингами, но только с теми, кто берет тебя и понимает, что, как бы, ты не обычная партнерша, как все. Да, ты, Марико, Марико, ты топ. Если он начинает танцевать своей американке со мной и просто, и... Или набор своих фигур, которые он заучил, то я такая, как бы, блин, ну... Ну, и чё? Ну, вот ты думаешь, я не справлюсь, я побегу с тобой, это всё окей. Ну, давай посмотрим, как ты ведёшь. Вот, а если он понимает, что это партнерша, может, всё, давайте поэкспериментируем. Может быть, я чему-то научусь. Может, и постоять, может, и подхватить, как-то среагировать. То это круто. Вот, и, кстати, в Сибири очень много таких партнёров, и поэтому, как бы, мне нравится танцевать в Сибири и с райзингами, и даже с некоторыми бикинирами. Вот, прикольно. Фу, американки не танцуют. Да. Так вот, ребята, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Что бы вы хотели от меня, какой онлайн-урок, вот, чтобы это реально вас замотивировало встать с дивана, пошевелиться и сделать это со мной, чтобы это реально было полезно. Вот. И я думаю, что, наверное, лучше сделать какой-то короткий, да, чтобы 10 минут, но прям пофигачить, и потом дальше заниматься своими делами. Что делать, если теряешься на импровизации? Бывает, что ещё теряешь. Учить блок связки. Выучишь 10 блок связок, потом будет проще. Муми классно написала. Топовые партнёрши любят, когда партнёр понимает, что он не за рулём Жигулей, а за рулём Ламборджини. Ну, это, конечно, обидное сравнение для начинающих девочек, но, в принципе, суть правильная, да. Нужно понимать, что этот партнёрш может всё, что угодно, и прикольно поэкспериментировать. Техника. Что ещё? Техник. Короткий. Всё, я запомнила. Короткий видеоролик. Техника. Что ещё? Физуха. Ну, у физухи говорят, что очень много. Хорошие вопросы. Цветы. В СБТ такая же открытая система взаимодействия и общения с судьями, как в Хасле. Зачастую на крупных соревнованиях с судьям запрещено подходить к участникам вообще. Соревнования, которые ещё крупнее, например, чем чемпионат России, и там судья, тот человек, кто будет судить, он за неделю не может вести никакие мастер-классы и работать с парами из других клубов. Вот, там всё очень-очень жёстко проверяется, чтобы, не дай бог, не подкупить результаты. А-а-а, ну чё, не себе. Класс. Муми. Денис назвал меня Феррари. Круто. Приятно. Спасибо, Денис. Ну что, у вас закончились вопросы? Я ждала каких-нибудь кадр разных вопросов от вас. Нервничала, что вы меня поставите в неловкое положение. Рассказать о своей личной жизни. Кто ещё остался? Помашите мне ручкой. Или поставьте мне сердечко. Тридцать три человека. Когда замуж? Да я даже не знаю. Не стремлюсь туда. И пошли вопросы. Ага. Да-да-да. Павел Поваляев. Здравствуйте. Села в бедро по фэншуе. Конечно. Анечка Зарецкая. Дни вопрос. За какими партнёршами тебе сейчас интересно наблюдать в Хастле? Ни за какими. Мне не нравится то, что происходит в Хастле. Вот. Если честно. Я смотрю только на девчонок из бальных танцев и ВГС. Вот. Такие дела. Звон бокалов. Саша Бубенчиков. Здравствуйте. А что происходит в Хастле? Сольное танцевание. Марика. В какой момент решила, что нужно из Питера уехать в Москву? Классный вопрос. Сейчас быстро отвечу. Был чемпионат России по бальным танцам. Вот. И за неделю до этого, хотя я уже сшила платье, мне мой партнёр сказал, что я больше не хочу танцевать. Мы расстаёмся. Вот так. И мы не поехали на дебючок чемпионат России. Но у меня был очень-очень классный партнёр в Питере. Чемпион города. И мы с ним ни разу даже не ругались вообще. Он просто замечательный мальчик. Ромочка, привет. Если вдруг ты наткнёшься на это видео. Вот. Но, к сожалению, он закончил танцевать. Вот. И это было, конечно, очень печально. И я понимала, что я просто не найду партнёра такого уровня в Питере. То есть, в принципе, в Питере, может быть, было 5 человек, да, 7. И это были очень стабильные пары. А ждать много времени, там, полгода, если кто-то расстанется или ещё что-то. Я не могла себе позволить, потому что реально, ну, как бы, танцевать спортивно и сильно, ну, можно, как бы, осталось ещё недолго. Три-четыре года, мне кажется. Дальше уже всё пойдёт на спад, да, потому что тело, оно, к сожалению, не молодеет. И именно прям спортивно, да, это тяжело. Вот. И мне предложили в Москве партнёр. Ну, как-то, наверное, мои преподаватели с преподавателем московским как-то сговорились. Мы же сказали, что вот есть партнёрша такая. Ну, и, в общем, партнёр из Москвы написал мне и пригласил. Вот. Москву. А поскольку я поставила себе цель, что вот эти 2-3 года бальные танцы для меня приоритет. Я решилась на такой жёсткий шаг, да, несмотря на то, что у меня была офигенно большая студия в Питере. Классные, любимые ученики, по которым я скучаю резонно. Самые мои лучшие. Я там их с пелёночек поднимала до старых. Вот. И все такие осознанные и классные. Они сейчас, в общем, ну, все перерастически преподают. Вот. Но они меня поддержали. Я их как-то собрала вместе. Сказала, ребят, так и так, вы же понимаете, мне нужно развиваться. Это для меня очень важно. Разрешите, я уеду. Вот. Они, конечно же, разрешили, поддержали. И до сих пор мы ещё классно с ними занимаемся. Поэтому сейчас я работаю на 2 города. Вот. Что спасибо моим ученикам из Питера, которые поддержали мой переезд. Вопрос. Какие партнёры из ВКС тебя вдохновляют? Виктория Хэнк. Мне она очень-очень нравится. Мне нравится то, что, несмотря на то, что она офигенная сольница, да, у неё есть такой крутой баланс, что она может и вот это своё сольное добавить, чуть-чуть поэкспериментируя, порискнуть где-то. Но при этом это всё ещё и направлено на партнёра. То есть такой баланс, что... И это не скучно, это иногда есть риск, да, чтобы что-то новое родилось. Но это не только я вот такая классная, я могу и колесо, и шпагат, и прыгнуть, да. Это всё-таки всё вместе с партнёром. Вот. И мне нравится очень-очень сильно она. Что конкретно тебе в данный момент не нравится в Хасле? Мне не нравится, что мы не создаём что-то новое, что мы не экспериментируем, мы не играем с весом, не играем взаимодействие, что это всё в какие-то паттерны выходит. То есть вот все привыкли танцевать одно и то же и танцуются одно и то же, а ничего и нового не рождать. А чтобы рождало что-то новое, надо выходить из привычного и делать что-то совсем другое. Вот. И мне кажется, сейчас как бы качество, оно улучшилось, безусловно. То есть технический уровень растёт. Все стали там ровнее и даже музыкальней. Но именно с точки зрения интересных парных каких-то штук на взаимодействие, вот, мне бы хотелось это увеличить. Вот. Мне уже говорят, что трансляция затянулась и пора валить. Сейчас я быстренько прочитаю, что тут. Да, мне очень было вкусно. Вот. Но вообще нас 40 человек. Ладно, давайте. Если ещё какие-то вопросы остались в течение минуты, мы быстренько их задаём. И мы завершаем трансляцию, потому что реально я уже час болтаю. Даже не думала, что я такая болтуша. Вот. Вообще, всем большое спасибо. Мне очень понравилось с вами болтать. Надеюсь, что хоть немножко вам было полезно меня послушать или интересно. Вот. Это успех. Когда в Питер. Да честно, я бы, блин, на день рождения свой поехала в Питер. Эх. Очень хочу в Питер. Соскучилась по Питеру, соскучилась по ребятам. Как только карантин закончится, сразу же поеду в Питер. Спасибо большое, ребята, и вам тоже. Серёж, спасибо за твои вопросы. Очень-очень круто. Напиши мне, пожалуйста, в личку, как там у вас дела. Когда трансляция 2.0? Классный вопрос. Смешно. Может быть, во вторник. Я сделаю трансляцию, чтобы дать задание на день рождения. Спасибо. Спасибо за такие отзывы, ребят. Мне очень-очень приятно. Спасибо, что вы меня послушали, позадавали вопросы. Всё. А я пойду гулять, пока солнышко не село. И вам советую тоже пройтись около дома. Подышать свежим воздухом. И вам прекрасного вечера. Светочка, спасибо тебе за вопрос. Классный. Всё. Давайте, ребятки. Субтитры сделал DimaTorzok